Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Мы продолжаем серию наших бесед, беседа по оперативно-искальной деятельности. И в полном соответствии с условиями пандемии и самоизоляции, у нас на связи у себя из квартиры, я так понимаю, из кабинета своего, да, Олег Валерьевич? Олег Валерьевич, адвокат, специализирующийся уже 15 лет, в том числе и на уголовных делах, где используются результаты ОРД. Олег Валерьевич, приветствую. Здравствуйте, Юрий Петрович. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы наконец-то закончили анализ нашего алгоритма проверки и оценки результатов ОРД. Семиступенчатый, кстати, в пособие у нас, Олег Валерьевич, который мы вот-вот переиздадим. Все-таки мы округлили до шести ступеней, да? Я говорю «наконец-то», потому что давно уже пора перейти все-таки к конкретным и очень острым проблемам правоприменения. И сегодня речь пойдет, в этой нашей беседе речь пойдет о проблеме, связанной с изъятием электронной переписки в мессенджерах, смсках и соцсетях без судебного решения. Итак, типичная ситуация. Она бывает и по уголовным делам в рамках предварительного расследования и в рамках оперативно-розыскной деятельности, когда речь идет о таком оперативно-розыскном мероприятии, о любом вообще оперативно-розыскном мероприятии. К примеру, если речь идет о наблюдении, либо об исследовании предметов и документов. Это пункт 5 и 6 части 1 статьи 6 Федерального закона ОБРД. Итак, типичное уголовное дело. Задержали лиц, ну не задержали, вернее, так, поймались по личным лиц подозреваемых, заподозренных в незаконном сбытии наркотических средств, у них при себе оказался мобильный телефон. То же самое может быть и по делам о даче получения взяток. И так при себе, как у всякого нормального человека, у гражданина мобильный телефон. И предположим, одно из двух. Вариант номер один. Человек сам разрешил, вот передал мобильный телефон, и у него нет никакой системы защиты. К примеру, на телефоне ни пин-код не нужно набирать, ни считывание отпечатка пальцев, ни радужки глаза и так далее. То есть оперативный сотрудник или следователь в рамках таких следственных действий, как осмотр предметов и документов, да, ну даже может быть осмотр места происшествия. И так оперативный сотрудник или следователь берет в руки ваш мобильный телефон, телефон гражданина, заходит в ваш мессенджер, в WhatsApp, Viber или Telegram или все что угодно. Разумеется, у вас там никаких паролей нет. Открывает и начинает изучать переписку. И прямо в протокол соответствующего следственного действия или оперативного мероприятия под названием «Исследование предметов и документов» вносит все данные переписки. И в дальнейшем эти данные становятся доказательствами по делу. И здесь у нас, конечно, по стране идет очень противоречивая практика. Мы специально с Олегом Гавриловичем, почему мы не сразу ответили на это замечание, на этот вопрос, который нам задавали в комментариях к видео, потому что мы решили дополнительно изучить практику нескольких регионов. Проще говоря, я обзвонил нескольких своих знакомых оперативных сотрудников и адвокатов из Москвы, Ростовской области, Иркутской области, Дальний Восток, это Климовский край и так далее, и выяснилось, что в большинстве регионов и подразделений, районов, ни оперативные сотрудники, ни следователи не получают судебного решения, поскольку считают, что такого решения не нужно. И помните, Олег Валерьевич, мы с вами обсуждали, да, что они при этом опираются, как ни странно, на определение Конституционного суда Российской Федерации. Сейчас я, Олег Валерьевич, помните, мы же обсуждали с вами, да? Да, да, конечно. Определение Конституционного суда Российской Федерации, которое, собственно говоря, и утвердило судебную, следственную практику по этому важнейшему и очень серьезному вопросу. Итак, определение Конституционного суда 25 января 2018 года. Мы имеем так. Открываем его на третьей странице. И вот, что говорит нам судебный орган. Проведение осмотра и экспертизы с целью получения имеющей значения для уголовного делу информации, находящихся в электронной памяти, обратите внимание, абонентских устройств, то есть телефонов, например, да, планшетов, изъятых при производстве следственных действий в установленном законном порядке, не предполагает вынесение об этом специального судебного решения. Вот эта фраза, вот эти пять строчек из определения Конституционного суда, кстати говоря, обратим внимание, что это определение Конституционного суда об отказе, жалобе, по жалобе гражданина Прозоровского, значит, да, это именно определение. С многими правоохранительными органами региона, регионов различных, было расценено как то, что Конституционный суд прямо-таки разрешает получение любой информации из этих вот самых мобильных телефонов. Олег Валерьевич, как вам, так сказать, такое вот ограничительное толкование разъяснений Конституционного суда Российской Федерации? Разъяснение вполне определенное, с ним его приходится учитывать, хотя вся моя, так скажем, адвокатская сущность, да, протестует против такого толкования. Естественно, это напрямую затрагивает Конституционное право граждан. Наверное, все-таки, по сути, это оперативно-рисыкное мероприятие можно сопоставить с получением компьютерной информации, контролем сообщений, других УРМ, проведение которых требуется судебное решение. Я лично не понимаю, почему вот такое толкование дано Конституционным судом. Обратите внимание, Олег Валерьевич, вернее, Олег Валерьевич, мы это давно уже обсудили, что в данном случае Конституционный суд дал нечеткое толкование, и он, по сути, не одобрил эту практику. Давайте вчитаемся внимательно в этот абзац. После того, что я зачитал, то есть, что якобы проведение осмотра не предполагает вынесения об этом специального судебного решения, Конституционный суд указал, лица, полагающие, что проведение соответствующих следственных действий и принимаемые при этом процессуальные решения способны причинить ущерб их Конституционным правам, заметьте, в том числе и право на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, могут оспорить данные процессуальные решения следственных действий, а равно как и УРМ. Так, Петя Олег Валерьевич? Да. Могут оспорить данные процессуальные решения следственных действий УРМ в суде в порядке, предусмотренной статьей 125 УПК Российской Федерации. Как следует комментировать, толковать вот это разъяснение Конституционного суда, коллеги? Дело в том, что, во-первых, само по себе осмотр и экспертиза действительно прав Конституционный суд. Сами по себе эти следственные действия, осмотры, экспертиза, обследования и так далее, как оперативное мероприятие, собственно говоря, мобильного телефона и его содержимого тоже действительно не подразумевает судебного решения. Почему, коллеги? Да потому что в мобильном телефоне, во-первых, мобильный телефон – это предмет. Его можно осмотреть на внешние повреждения, на какие-то специфические особенности этого предмета – это раз. Во-вторых, в мобильном телефоне могут находиться фотографии, текстовые документы, так, Виталий Кварьевич? Которые не являются перепиской. Там могут находиться мобильные приложения, могут находиться видеозаписи и так далее, которые тоже не являются предметами Конституционно-правовой охраны, а именно тайные переписки и прочего. Соответственно, для того, чтобы следователь или оперативный сотрудник получил эту информацию, действительно, как определяет Конституционный суд, судебного решения не требуется. И вот тут Конституционный суд делает важную оговорку. Я перевожу на русский язык, на простой. Ребята, если вы считаете, что все-таки ваше конституционное право на тайную переписки нарушено действиями оперативных сотрудников или следователей, пожалуйста, обращайтесь в суд в порядке 125 УПК. Понимаете, предметом рассмотрения, предметом данного определения Конституционного суда не был вопрос о законности или незаконности этих оперативных предприятий. Именно поэтому я вам полностью подемонстрирую текст этого определения Конституционного суда. Вот он отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского, Дмитрия Александровича. И поэтому он не стал, он и не обязан был давать оценку как таковому этому нарушению. Конечно, было бы здорово, если бы Конституционный суд четко и определенно бы высказался по этому конкретному правопримительному вопросу. Но он не обязан был, и он не высказался. Вот почему, коллеги, мы с Олегом Валерьевичем глубоко уверены, что вот эта вот самая практика, когда в ходе следственных действий и ОРМ вскрываются мобильные телефоны и изучается и изымается оттуда, например, в виде скриншотов, переписка в СМС, в мессенджерах и соцсетях, без судебного решения это незаконно. И соответствующая информация, сведения не могут в дальнейшем использоваться, в частности, в доказывании в рамках уголовного судопроизводства. Но проблема в том, коллеги, что, уважаемые зрители, что это вопрос спора сторон. То есть, в каждом подобном случае доверитель, его адвокат-защитник, вероятно, могут и должны идти в суд и доказывать, что вот, следователи изъяли фотографии, да и бог с ним. Это доказательство, допустим, да? Оперативные сотрудники изъяли видеозаписи какие-то и текстовые документы с телефона. Ради бога, это не нарушает мое конституционное право на тайную переписку. А вот то, что они изъяли переписку с моим другом, с моей женой, где мы, так сказать, в СМСках обмениваемся данными и так далее, вот это нельзя использовать в уголовном судопроизводстве ни под каким видом. Ни в виде доказательств, ни какого-то основания для возбуждения уголовного дела, не даже как ориентирующую информацию, поскольку в этом случае, как должен указать адвокат, да, и в данном случае свидетель, подозреваемый, обвиняемый, нарушается конституционное право граждан на тайной переписке, на тайной, именно на тайной переписке. Как, Олег Ковальевич, вы считаете, правильен ли такой подход к толкованию названного определения? – Ну, есть о чем подумать, да, но здесь другой момент возникает. Ну, ладно, допустим, если такой осмотр нарушает тайну переписки или там сообщения, да, но не является ли, по сути, вот такое разъяснение конституционного суда одобрением получения компьютерной информации фактически без судебного решения? – Ну, подчеркиваю, Олег Ковальевич, как я уже и сказал, компьютерная информация-то может быть разная. Если эта компьютерная информация относится к тайной переписке, телефонных переговоров и, так сказать, неприскосновенности жилища, что вряд ли, да, если это не относится, то ради бога, судебного решения не требуется. Разве не так? – У нас получение компьютерной информации по судебному решению только. – А, стоп, вы имеете в виду пункт 15 части 1 статьи 6 федерального закона об ОРД? – Да. – Которая введена у нас федеральным законом от 6 июля 2016 года, номер 3074. – Да, это отдельный вопрос, который мы в данный момент не хотели, собственно говоря, конкретно затрагивать. Еще бы хотел высказать собственное мнение, коллеги. Вот я повторюсь, вопрос, нужно ли не нужно судебное решение, это не вопрос, скажем так, закона. Это вопрос того, обжалуется такое решение, такое следственное действие ОРМ какой стороной в процессе или не обжалуется. Что это означает? Короче, если вы не подали жалобу в суд, если вы не написали грамотного ходатайства жалобы в порядке 125-й или 124-й, 123-й УПК Российской Федерации, при прочих равных условиях, ну, 99%, да, Олег Валерьевич, решение будет в пользу стороны обвинения. Это вопрос спора сторон в суде. – Да. Практику надо ломать конкретным адвокатам. И вот здесь, ну, мы с Олегом Валерьевичем даже как-то попытались составить проект жалобы такой. Если кому-то интересно, обращайтесь. Думаю, что… Хотя, Олег Валерьевич, это же, так сказать, наша с вами ноу-хау, текст жалобы. Или будем делиться с заинтересованными товарищами. – В разумных пределах. – В разумных пределах. Итак, спасибо за внимание. На следующей беседе мы обсудим не менее интересный вопрос. До свидания. До свидания. До свидания.